Большой кот, малый кот, трехцветный кот и трехлапый кот. В Минамимате, если от главной дороги идти по направлению к Мамедзака Джизо, по левую сторону будет глубокое болото, прозванное в народе оленьим болотом. Сейчас там красиво, не то что в старину. И поле там рисом засеяли, осенью прям золотые волны по нему перекатываются. Летом склон горы весь в зелени, осенью листья олеют, что не говори красота. Оленьем его прозвали потому, что в старину частенько туда с горы олени спускались, на водопой. По правую сторону от оленьего болота есть четыре холма. Большой кот, малый кот, трехцветный кот и трехлапый кот. Называются они так потому, что похожи на трех котов и кота, у которого нет одной лапы. Самый красивый вместе с тем самый жалкий вид имеет, конечно, трехлапый кот. Вот что люди рассказывают об этих холмах. Когда-то эти холмы были живыми лесными котами. Жили они на оленьем болоте. Никого чужого туда не пускали. А за предводителя у них был большой кот. Самый сильный и ловкий из всех. Говорят, он птиц на лету ловил. На соседнем болоте жили лисы. Много их было. Главный лис очень уж прожорлив был, но бегал быстро. Любил он наведываться на оленье болота и воровать у котов дичь. И при дележке добычи всегда обижал одного хромого лиса. Коты с лисами часто из-за добычи дрались. И вот как-то главный лис обсуждал с другими лисами свою очередную вывозку. А хромой лис подслушал, решил отомстить и рассказал все котам. Большой кот, выслушав его, сказал. Ну ничего, уж мы ему отомстим, так отомстием. И послали лиса обратно с посланием. Надо, мол, поговорить о разделе охотничьих угодий. Приходите к Сакуре и Сосне, что рядом с Саумом Эдзака Джизо. Главный лис, услышав такое, тут же смекнул, что разговорами дело не обойдется. И растрезвонил по всем окрестным лисам, что будет битва. Поддержите ему своих. Коты, увидев такое сборище лис, только посмеялись. Вот, значит, как вы нас боитесь. Аж армию собрали. Попробовали они было словами обойтись, да не сошлись во мнениях. Пришлось начать войну. Уж как все были искусны в военном деле. Но куда лисам до котов? Те, как только устанут, сбираются на дерево, отдохнут и опять биться. Лисы на это обиделись. Схватили одного из котов и отгрызли ему лапу. Мол, если у нас есть хромой лис, пусть у вас хромой кот будет. Большой кот рассверепел, и как стал бить направо и налево. Лисы сражались храбро, но в конце концов бежали с поля боя. Коты тоже взяли своего искалеченного брата и направились, восвоясь с большим котом во главе. Хромой лис за ними побежал. Простите меня, коты, все это из-за меня. Я эту войну начал. Я виноват в том, что вашего брата изуродовали. Не вини себя, сказал ему большой кот. Мы благодаря тебе отстояли свои угодья и наказали вора. А ты живи себе спокойно и не волнуйся. Если что, всегда к нам обращайся, поможем. Хорошие вы, благородные. Век буду вам обязан. Так благодарил их хромой лис. С тех пор коты и хромой лис жили тихо и мирно. Друг друга уважали, в гости ходили. А со временем коты так выросли, что превратились в холмы. И теперь радуют глаз жителей Самбонги. Субтитры подогнал «Симон»